Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не буду его перечитывать, он достаточно объемный. Скажу сразу, что у человека крайне нелегко сложилась жизнь, неблагополучная семья, проблемы с здоровьем, вегами, социализация и так далее. Плюс есть некоторые симптомы психических, ну может быть не проблем, но симптоматика определенного присутствует. Вот, значит, ну смотрите, во-первых, вы описываете очень много боли. Эта боль, она прямо ощущается вот у вас, ну вот, как бы в тексте, да, она чувствуется практически неприкрытой, эта боль. Вот, и действительно вызывает эмпатию, вызывает сочувствие. Вот, но в то же время, в то же время, в то же время присутствует следующий аспект. На мой взгляд, на мой взгляд, вы здесь перекладываете ответственность, как бы себя, да, на вот окружение. Вы перекладываете ответственность на отца, на маму, на бабу, на бабочку и так далее. И от этого, то есть поймите правильно, вы можете это делать, можете это делать, это не проблема. Но, когда человек ведет себя таким образом, когда человек поступает так, есть проблема. Он чувствует себя беспомощным, потому что полная зависимость от людей. Это люди во всем, во всем виноваты. И это правда, они действительно ответственны, они действительно ответственны. Никто, как бы, никто, что называется, с этим не спорит. Люди действительно ответственны. Но, важно и видеть, и замечать свою собственную ответственность то, о чем говорил мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Важно замечать и чувствовать свою собственную ответственность за то, что в вашей жизни происходит. И, вот, знаете, в таком, я надеюсь, хорошем смысле этого слова, замечать возможности, замечать свои собственные ресурсы. Сейчас вы их не замечаете. Сейчас вы их не видите. Сейчас этого у вас нет. Вы чувствуете себя жертвы, обстоятельства. В какой-то степени это правда. Но мне показалось, мне кажется до сих пор, в принципе, что вы ждете, что кто-то придет и вас спасет. Вот в чем, на мой взгляд, основная проблема. Вы до сих пор ждете, что кто-то вас спасет. И, может быть, кто-то придет и, может быть, кто-то спасет. Но что делать, если никто не придет? Что делать, если никто не спасет? И вам нужно исходить, на мой взгляд, именно из этого, из того аспекта, что никто не придет. Понимаете? Вам нужно исходить из того аспекта, что, может быть, вам никто не поможет. Ну, потому что нам могут помочь, а могут не помочь. И чем быстрее вы научитесь полагаться на себя только, а не на других людей. Чем быстрее вы, в хорошем смысле этого слова, отделите себя от ваших близких. Вот, которые могут быть сколь угодно хорошими, сколь угодно не хорошими. Но это все-таки ваши близкие и только ваши близкие. Это все равно, как бы там ни было, другие люди. И мне кажется, что до сих пор вы пытаетесь получить от них, от других людей. А до сих пор вы пытаетесь получить любовь, внимание и так далее. И это нормально, что вы пытаетесь получить эти вещи. Но важно понимать, что не видя этого, вы не знаете, как это. А все, что у вас есть, это идеализация. Идеализация того, как, по вашему мнению, выглядит принятие, любовь и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, мне показалось, вот, серьезно, так, серьезно, показалось, что вы бежите от себя. Да, вот, ваша история и вторая ваших, ну, скажем так, и вторая вашей профессиональной деятельности, да, и вторая вашей карьеры, она, как мне кажется, идеально, идеально показывает ваши бегство от себя. И, в общем-то, бегство от своей жизни, к сожалению. И, вот, вы, заметьте, пожалуйста, что вы в твою жизнь ненавидите, да, допустим. Но, что именно есть в вашей жизни? Что такое ваша жизнь? Жили ли вы когда-нибудь в твоей жизни вообще, чтобы, вот, говорить о том, что вы ее ненавидите? Чем она вам угрожает? Ведь ненавидим мы, как правило, то, что нас как-то задевает, то, что нас как-то напрягает, то, что нас как-то тревожит, угнетает и так далее. То есть мы ненавидим то, что мешает нам быть счастливыми. И вопрос, который вам нужно себе задать, в прямом смысле этого слова звучит так, чем меня угнетает моя жизнь. Я думаю тем, что весь ваш опыт дает вам понять, что с вами что-то не так. Весь ваш опыт дает вам понять, что какая-то вы не такая. И поэтому вы ненавидите свою жизнь. Потому что жизнь для нас это подтверждение, собственно, неправильности. Такой у вас опыт. В таком опыте вы долгое время жили. И, конечно, вряд ли возможно быстро этого опыта отказаться. Потому что, ну, вы и привыкли к такой модели поведения. Вы свыкли с такой модели поведения. Вы научились получать определенную выгоду от этой модели поведения. Я вас ни в коем случае сейчас не виню, не обвиняю ни в чем. А просто говорю о психологической реальности. Вот. Я говорю как факт. Как о факте. О том, что случилось. О том, что происходит. Вот. Поэтому, да, нужно исследовать вашу жизнь. Смотреть, где вы себя подавляете. Где вы не являетесь целостной личностью. Вот. Где разрушена ваша целостность. Где она нарушена. Вот. И, соответственно, уже эти моменты корректировать. Смотреть. И следовать. И, значит, как бы собирать вас, что называется, заново. Да. Это определенный процесс. Да. Это нелегкий процесс. Да. Это не быстрый процесс. Но весьма интересный процесс. Процесс исследований своей жизни, путешествий в своей жизни. Это очень интересно. Вот. Поэтому, если вы действительно спрашиваете, что вам делать, то я бы рекомендовал, конечно, психотерапию. Вот. Я бы рекомендовал вам, ну, психотерапию. Вот. В таком своем, своем классическом проявлении. То есть, где-то. Год. Это год. Год. Регулярной психотерапии. Вот. Я бы вам рекомендовал. Только в этом случае, только в этом. Только при таком раскладе вы можете рассчитывать на какие-то изменения. изменить. Вот. К сожалению, если действовать иначе, если действовать по-другому. Вот. И если, если вот, ну, как-то, другие пути искать, по-другому как-то смотреть. Я боюсь, что ничего не получится, как бы, в этом смысле. Вот. И я боюсь, что вы просто, ну, потеряете время. Вот. Время свое и, в общем-то, в целом, время специалистов, которые, ну, вот, захотят вам помочь. Так что вот такой аспект. И с комплексами, и со страхами, ну, вот, нужно работать. Обратите внимание на динамику вашего психологического состояния, то есть, когда, там, вы начали принимать препараты. Значит, у вас еще один симптом, но появился другой симптом. Вот. И это более чем нормально. Потому что проблема, она не решается с препаратами. Ну, по крайней мере, вот. Такая проблема, да, с препаратами не решать. К сожалению или к счастью, это уже не, ну, не мне, в данном случае, об этом говорить. Вот. А вот такой ответ я могу вам предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих ценностей, да, с точки зрения, ну, вот, моей, эм, какой-то парадигмы, в которой я, эм, работаю. Вот. Вам это может быть, или, вам это может откликнуться, а может нет. Совершенно понятно, что вам чуть, эм, тяжело, вы чувствуете себя одинокой, брошенной, вот, вы чувствуете себя жутко скомплексованной, но все можно решить. Вот. В том числе, возможно, и в юридическом плане. То есть, ну, в юридической, эм, в юридической сфере. Вот. Если у вас есть желание такого. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого, самого лучшего.